Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Михаила Ермоленко. О главных новостях прошедшей недели расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также она была отмечена призом главы городского округа Самара за фильм «Директор». В Самаре раньше времени пожелтели каштаны, всему виной минирующая моль. Как спасти благородные деревья? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина приняли участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета. Он посвящен развитию рынка труда в стране на ближайшие годы. Заседание в Великом Новгороде провел президент Владимир Путин. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители регионов, представители федерального правительства, деловые объединения. Заседанию предшествовал этап подготовки. Накануне состоялся семинар-совещание, на котором проанализировали состояние рынка труда в регионах, рассмотрели варианты совершенствования систем подготовки и переподготовки кадров, трудовой мобильности, поддержку малого бизнеса и другие. Ряд инициатив представил и наш регион. Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики и ее социального измерения, отметил президент. Снижение безработицы носит системный, структурный характер и является результатом последовательных усилий власти по целому ряду направлений. В свою очередь, растущая экономика уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, и в этой связи необходимо реагировать на долгосрочную перспективу, подчеркнул президент. Особое внимание необходимо уделить подготовке молодежи. По данному направлению, правительство страны реализует специальную программу. На протяжении ближайшего десятилетия число молодых людей будет расти. Сейчас насчитывается 7 миллионов 300 тысяч граждан от 20 до 24 лет. К 2030 году их станет на миллион больше, а к 2035-му 9 миллионов 700 тысяч. Почти 6 тысяч человек этим летом отдохнули в детских загородных лагерях. В администрации Самары на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели итоги летней оздоровительной кампании и наметили планы по реализации детского отдыха на будущий год. О самых масштабных мероприятиях репортаж Ольги Павловой. Этим летом оздоровлению детей и подростков, как и прежде, было уделено повышенное внимание. За жаркий сезон в детских стационарных загородных лагерях успели отдохнуть 5930 человек. Особой популярностью у детей и родителей пользовались лагеря дневного пребывания. В школах и учреждениях дополнительного образования работали 189 лагерей, в которых отдыхали 15248 человек. Это больше, чем в прошлом году и по числу обучающихся, и по количеству лагерей. Причем 8118 детей отдыхали с полным режимом дня и трехразовым питанием, и 7130 с сокращенным режимом и двухразовым питанием. В том числе среди них были дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 108 человек, дети-инвалиды, 45 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья, 128 человек, и дети-участников специальной военной операции, 217 человек. С этого месяца началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года. В настоящее время в Волжском Артеке идут работы по капитальному ремонту кровли столовой. В октябре здесь планируют установить модульный блок контрольно-пропускного пункта на территории лагеря. Работы по реконструкции здания идут и в Волжанке. Здесь обустраивают актовый зал на 112 мест и ремонтируют классы. Они необходимы для организации учебного процесса во время летней оздоровительной кампании. Стоит отметить, что в этом году в детских лагерях была реализована новая воспитательная программа по направлениям патриотическое, эстетическое, экологическое, трудовое и физическое воспитание, а также воспитание культуры здорового образа жизни. Традиционные ежедневные утренние линейки в лагерях начинали с поднятия государственного флага под гимн России. В рамках городского плана проведения месячниково-антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Активная работа в рамках летней оздоровительной кампании велась и со стороны Департамента физической культуры и спорта. Были организованы спортивные смены на базе муниципального автономного учреждения «Олимп». Создана инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в местах общего пользования. Для организации содержательного досуга и отдыха детей, а также подростков МАО-1 было проведено более 60 мероприятий различной направленности. Среди них выполнение нормативов ГТО, спортивные конкурсы, мастер-классы, различные виды спорта, кинопоказы и другие мероприятия. Учреждениями сферы культуры и дополнительного образования с 1 июня по 31 августа было проведено более 2000 мероприятий. Для детей была организована постановка спектаклей как на собственных площадках, так и на выездных. Активно работали и муниципальные музеи. Детям представили выставки, пленеры, мастер-классы по живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. И наиболее востребованное направление деятельности – это работа по трудоустройству подростков. В этом году с 1 июня по 1 сентября было трудоустроено 3288 подростков. Из них 1850 человек – это ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году 137 предприятий города предложили временные рабочие места подросткам. Наиболее высокий запрос на трудоустройство поступил от ребят из неполных, многодетных и малоимущих семей. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна реализация федеральных волонтерских проектов теперь станет частью учебного процесса. Самарская область вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект профессионального волонтерства. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. Учебную программу Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна ждут перемены. Учреждение вошло в число пилотных учебных заведений, где реализуется федеральный проект обучения и служения. Модуль программы разработан Министерством науки и высшего образования России совместно с Ассоциацией волонтерских центров по поручению президента России. Самарский колледж сервисных технологий и дизайна стал единственным в России учебным заведением среднего звена, где реализуется этот проект. Обучение и служение – это образовательная программа, которая будет встроена в курс обучения студентов. И через проектную деятельность студенты будут получать заказ на платформе федеральной Добро.ру и выполнять конкретный заказ тех социальных заказчиков. Это НКО, это бизнес, это органы государственной власти, учреждения, которые нуждаются в социальных проектах. На торжественную церемонию старта программы обучения и служения пригласили почетных гостей. Это представители городских и областных органов власти и общественники. Эти ребята уже много лет занимаются волонтерством, именно здесь, в центре волонтерства. И замечательно, что те проекты, которые есть на платформе Добро, они будут реализовываться у нас на территории Самарского региона. Я уверен в том, что волонтерская, традиционная, гостеприимная самарская земля сможет уже в режиме такого образовательного процесса научить, объяснить и, самое главное, вовлечь в активный волонтерский процесс тысячи, десятки тысяч наших студентов. Первым заказом в рамках обучения служением стала подготовка экскурсоводов для фотовыставки «Жены героев». Экспозиция в эти дни представлена в колледже. За три дня ее посетили почти полторы тысячи человек. Экскурсию проводят студенты, обучающиеся по направлению туризм. Это очень душевное, на самом деле, мероприятие. Тут у всех очень разные истории. Есть матери, которые потеряли своих сыновей, есть те, кто вдовы, кто потерял своих мужей, есть те, кто все еще ждет, и это набивает надежды. То есть сама выставка очень трогательная, животрепещущая, и каждый найдет свою историю в историях этих женщин. Поэтому, я думаю, для всех нас это близко. Студенты колледжа – постоянные участники добровольческих акций и движений. Красной нитью для них проходит тема СВО. И их вклад очень ценят те, кто регулярно отвозит помощь за ленточку. С первых дней специальной военной операции колледж нам помогает. Они квасят капусту, они собирают гуманитарную помощь, они помогают загружать КАМАЗу. Они стригут военнослужащих в госпиталях. Новый модуль в учебной программе колледжа стартует уже в ближайшее время. Его будут преподавать на всех курсах. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. На прошедшей неделе в Самаре подключали отопление в объектах социальной инфраструктуры. Сезон в этих учреждениях стартовал еще 18 сентября, согласно постановлению мэрии города. Процесс подачи отопления в здание соцсферы проходит постепенно и займет порядка недели. Где батареи уже стали теплыми и когда ресурс начнут подавать в жилые дома, расскажет наша съемочная группа. Больницы, дома ребенка. В этих учреждениях люди находятся практически круглосуточно, поэтому обеспечить комфорт в таких организациях первоочередная задача во время начала отопительного сезона. Не менее важно в этот период как можно быстрее подключить к теплоисточникам детские сады, а также школы и другие образовательные учреждения. С начала недели в объекты соцсферы постепенно начало поступать тепло. Такая схема по этапной подаче ресурса действует на протяжении нескольких лет. Нам очень приятно, что стало доброй традицией подключение тепла в образовательные учреждения в период перехода от теплого периода на холодный. И сейчас уже в детском саду очень комфортно, тепло, температурный режим соответствует нормам. И уже с начала недели у нас тепло. Температура в групповых помещениях детского сада 24 градуса и 22 градуса в спальнях. Здания детского сада готовили с лета, проводили опрессовку. Отопление благополучно подключили, в течение двух дней все отрегулировали. За благовременной подготовки к отопсезону и плавному пуску тепла мэрия и ресурсоснабжающие организации уделяют повышенное внимание. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включать отопление в соцсфере, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пятидневки. Даже если днем на улице тепло, ночью приходит похолодание и дома постепенно остывают. Мы констатируем, что те категорийные объекты социальной сферы, это больницы, на сегодняшний день подключены 40%. А по второй категории подключены менее, порядка около 25%. В среднем подключена сегодня социальная сфера порядка 30%. И эта работа продолжается с учетом погодного фактора. Но право реализовали, как я сегодня сказал, 40%. Постепенно тепло подадут в остальные здания системы здравоохранения, школы и другие образовательные учреждения, спортивные и культурные организации. Работу по подаче теплоносителя для соцсферы первый вице-мэр Владимир Василенко поручил завершить к концу этой недели. А уже с понедельника, 25 сентября, отопление начнут включать в жилых домах Самары. Процесс этот не одномоментный, ведь жилой фонд насчитывает больше 10 тысяч зданий. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Федеральная антимонопольная служба России обязала «Большую четверку» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточнили, что от россиян поступает множество жалоб на мобильных операторов. В ходе проверки специалисты установили, что «Большая четверка» предлагает абонентам невыгодные условия. Взимает плату за раздачу интернета с устройств пользователей. В августе 2023 года Федеральная антимонопольная служба направила операторам запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили, отметили ведомстве. В итоге в действиях сотовых операторов установили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Было выдано предупреждение. Операторы должны будут в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В противном случае профильное ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Минувший четверг в кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия 16-го международного фестиваля «Соль земли». В этом году он объединил сценаристов, операторов и режиссеров не только из России, но и других стран. Зрители увидели новые фильмы, пообщались с именитыми актерами. С церемонией награждения репортаж Светланы Тимофеевой. Телеканал «Самара ГИС». Город Самара. Приглашаем на сцену. Высокую награду международного кинофестиваля «Соль земли» приз главы городского округа Самара получил телеканал «Самара ГИС». Победу завоевал фильм «Директор» из цикла передач проекта «Обернитесь» телеканала «Самара ГИС», автором которого является ведущая Инесса Панченко. Главный герой документальной ленты – директор одной из самарских школ Сергей Цыганков. Афганец, учитель, брат милосердия. Герой нашего фильма – это удивительный человек. Вот пройдешь мимо – не обернешься. Но если все-таки обернешься, получишь большой подарок. Потому что это такой пример, это такая мотивация, мне кажется, для каждого человека, который пережил действительно тяжелейшую ситуацию жизненную, который переосмыслил многое. Международный кинофестиваль «Соль земли» собирает в себе самые лучшие традиции и Самарской, и Куйбышевской школ кинодокументалистики. В этом фестивале продолжается традиция самарского кино. Это во главе угла, конечно, человек труда, человек созидатель, человек, который протягивает руку помощи, либо после какой-то перенесенной жизненной трагедии, на кой в себе сила восстановиться и творить добро. В этом году на суд отборочной комиссии были представлены более 500 киноработ. В конкурсную программу вошли 70 документальных фильмов. Поставили высокую планку, и, слава богу, мы ее сдержали, выполнили. Дело в том, что насыщенная очень была программа. Залы были переполнены, все три залы кинотеатра художественные. Это был постоянный поток молодых людей, которые оставляли очень хорошие потом впечатления свои. В этом году 16-й международный фестиваль «Соль земли» объединил сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Домашний, теплый, самарский фестиваль. И после Сибири особенно приятно оказаться опять в теплую погоду, в теплой дружеской атмосфере, где наряду. И с мастерами, которых некоторых уже знаю, очень много молодых, талантливых ребят. Самарцы и гости областного центра смогут посмотреть все фильмы победителя в пятницу 22 сентября в кинотеатре художественной. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Содружество библиотек. В Самаре стартовал третий межрегиональный форум «Регион 63. Территория свободного диалога». На одной площадке собрались ведущие специалисты библиотечного дела из России и ближнего зарубежья. Также приехали специальные гости – поэты и писатели. Ксения Баканова подробнее. Поэты Владислав Маленко и Роман Сорокин за чашечкой чая обсуждают нюансы предстоящего выступления. Сегодня они будут читать стихи. Рассказывают, поэзия – всегда повод для размышлений. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Эти давно ушедшие в народ стройки принадлежат выдающемуся отечественному поэту и прозаику Вадиму Шефнеру. Хочется вызвать эмоции у слушателей, рассказывают поэты. Искренние и живые. Зазвучат и мои русские маяки, и ржев, и лирика, и басни, которые столь популярны среди молодежи. Кто должен делать поэт? Волновать, утешать, радовать, увлекать, лечить и зажигать. Сейчас же неудивительно, что современная поэзия живет в соцсетях, и там, естественно, люди комментируют, общаются. И вот нашему другу, поэту замечательному, Саше Антипову, даже так, когда написали хорошие стихи, я даже подумала, что вы умер. И это, в общем, наверное, звучит как признание. Но вот благодаря библиотекам, которые нас приглашают выступать, люди начинают узнавать, что все-таки есть живые поэты, которым тоже можно прислушиваться уже при жизни. В Самаре стартовал третий межрегиональный форум «Регион 63. Территория свободного диалога». Его инициатором выступила Самарская областная библиотека для молодежи. В этом году учреждения культуры празднуют свое 50-летие. На одной площадке собрались ведущие специалисты библиотечного дела, а также особые гости. У нас потрясающие спикеры, которые приехали к нам из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других регионов. И среди них самые главные и самые желанные – это наши поэты современные, которые поют действительность, которые рассказывают о том, что сегодня происходит в мире языком своей поэзии. Многие коллеги нас поддерживают, считают это, наверное, самым эффективным инструментом разговора с молодежью. Программа форума обширная. Для участников проходят лекции, практические занятия и творческие мастер-классы. Этот форум профессиональный такой, наверное, поможет сегодня обменяться между коллегами какими-то яркими событиями, своими новыми проектами, поговорить немножко о проблемах, которые существуют в отрасли. Но самое главное – выстроить какие-то новые замечательные коммуникации. Библиотека для молодежи уже много лет выступает экспериментальной площадкой для внедрения новых культурных практик. К ним можно отнести волонтерство, инклюзивные творческие лаборатории и патриотическое воспитание. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. В областной библиотеке открылась выставка молодых самарских художников. Название «Многоточие», по мнению авторов, отражает отношение к искусству и стилю живописи, в котором они работают. Главная мысль экспозиции – расширить границы абстракционизма и разрушить барьеры стереотипов. Дарья Толмасова абстрактные картины пишет вместе с трехлетней дочкой в соавторстве. У художника иногда случаются творческие кризисы. В это время детская непосредственность и тяга к искусству помогает пройти сложный период и написать оригинальную картину. Дочь не только мотивирует маму мастера, но и сама от нее не отстает. На выставке «Многоточие» в областной библиотеке выставлена ее первая картина. Когда бывает какой-то ступор, тупик, я иногда даю ей кисточку, она подходит и делает какие-то свежие такие элементы, которые потом я от них начинаю толкаться, и это помогает действительно. Неожиданный опыт, большой эксперимент, модернизация смыслов, поиск новых тем в творчестве. Работать в одиночку для молодых саммарских абстракционистов оказалось сложно. Поэтому родилась идея объединить усилия и писать картины не просто по настроению, а специально для выставки. Мы собрались втроем и поняли, что нам на самом деле есть о чем поговорить. И наше творчество, оно объединено общей какой-то темой и линией. И нам захотелось это превратить уже в выставку. У меня всегда надежда, как говорится, красоту глаза смотрящего. А каждый берет сколько он может взять, и это совершенно прекрасно и нормально. Главное смотреть, видеть, интересоваться и желать что-то заметить. Все три художника хоть и пишут абстракцию, но по-разному. В то же время их объединяет одно – любовь к свободе от тривиальности. Постоянное движение в творчестве. Нас очень вдохновляет природа, наша Самара. И вот какие-то кусочки, наверное, вспышки каких-то моментов, вот этих вот линиях, мы попытались передать вот в этих работах. Тройственный союз молодых художников-абстракционистов – это новое направление среди самарских мастеров красок и холста. Они отталкивались от опыта сотрудничества российских художников-передвижников конца 19-го – начала 20-го веков. Да, действительно, раньше, когда происходили объединения художников, в эти моменты искусство, как обычно, делало большой рывок вперед. Поэтому мы подумали, что, может быть, мы тоже куда-нибудь проживаемся вперед, и это будет интересно. Мне нравится, как мы взаимодействуем. Вроде реально три таких небольших женщины, так потихонечку, но такая сила, сумасшедшая, столько мы всего создали за этот небольшой промежуток времени. Абстракционизм Кандинского, Мандриана, Поллока сегодня стал уже таким же привычным явлением в живописи, как барокко, классицизм и реализм. Эксперты уверены, самарские художники Первого, Толмасова, Кандалова уверены, заявили о себе в этом направлении искусства и готовы удивлять в дальнейшем. Помимо любви к рисованию, их объединяет желание взаимодействовать и беседовать друг с другом, поскольку это выставка пространства беседы, здесь есть даже куб для бесед, и выставка, названная «Многоточие» не случайно, поскольку в ходе хорошей, качественной, интересной беседы всегда остается и некая недосказанность, и желание продолжить дальше. Выставка «Многоточие» будет работать до середины октября в галерее новое пространство. Вход свободный. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. В Самаре раньше времени пожелтели каштаны, а их листья скрутились и выглядят болезненно. По словам специалистов, всему виной минирующая моль. Благородные деревья могут даже погибнуть после встречи с личинками этого насекомого, ведь они буквально выпивают все жизненные соки из листьев. Как бороться с напастью, чтобы спасти деревья во дворах и на приусадебных участках, выяснила наша съемочная группа. Когда гусеница внедряется в лист и начинает прогрызать там ходы, вначале это одиночные желтоватые могут быть пятна, затем ходов становится больше, они сливаются вот в одно такое рыжее, коричневатое пятно. У бронзовели листья каштана далеко не из-за наступившей осени. Всему виной маленькие вредители – минирующая моль или архитский минер. В этом году жара поспособствовала активному развитию этих существ, которые поразили практически все каштаны на улицах Самары. Гусеницы этой моли уникальным способом наносят вред листьям. Прогрызают в них пути, которые и называются минами. Личинки пробираются ближе к прожилкам листьев и питаются растительным соком. Отсюда такой бронзовый окрас, сухость и слабость кроны дерева. Для Самары явление достаточно редкое. Минирующая моль пришла к нам в регион относительно недавно. Каждая женская особь каштановой моли откладывает за свою жизнь от 20 до 80 яиц. Из них появляются личинки, они после набора сил закрываются в кокон. Листья опадают, выводок моли спокойно переживает зиму под слоем снега и цикл повторяется. Начинается он с влупления новых бабочек. Пока что самым действенным методом борьбы с минирующей молью остается сбор упавшей листвы и в дальнейшем ее утилизация. По словам специалистов, только в одном килограмме пораженной листвы может содержаться до 4000 личинок минирующей моли. Со сбором листвы каштанов в Самарском ботаническом саду помогают волонтеры. На улицах города работают специалисты профильных предприятий. На дачных участках для защиты от минирующей моли можно использовать различные инсектициды и лучше неоднократно, каждые 2-3 недели сезона. Реже практикует и другой способ защиты. В местах большого скопления паразитов выпускает насекомое, наездника трихограмму. Она способна отложить яйца в тела личинок моли, после чего те погибают. Но несмотря на урон, который наносит каштанам минирующая моль, для остальных растений, находящихся рядом с деревом, это насекомое угрозы не несет. Михаил Ермольенко, Петр Поломеев. События. Это были главные новости прошедшей недели. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова